Когда красиво жить никто не запрещает, уйти в мир иной тоже хочется дорого и с пафосом. Но как ни стараются миллиардеры всего мира, покупая элитные гробы, дорогую землю или нанимая огромные оркестры на свои проводы, самыми впечатляющими остаются похороны государственных деятелей. Ведь что может быть щедрее госказны? На прощание с Ким Чен Иром, например, Северная Корея потратила 40 миллионов долларов. Огромные суммы пошли на укрепление культа личности покойного, увековечения памяти, тиражирования портретов, сочинений песен и стихов. Четверть сметы – это статуя лидера, которую решила воздвигнуть КНДР. Миллион долларов перепал россиянам, наши специалисты по бальзамированию, наконец, еще до одного вождя добрались. А сколько было сделано бесплатно? Северокорейские граждане собственными вениками подметали заснеженную дорогу по маршруту похоронной процессии, мастерили венки и украшали фасады домов. Джона Кеннеди похоронили на сумму в три раза меньше. И это тоже один из рекордов. Почти все деньги – 13 миллионов долларов – это стоимость участка на кладбище, где покоится убитый президент. Выдающиеся по цене проводы были у папы римского Иоанна Павла II, принцессы Дианы, Уинстона Черчилля и Маргарет Тэтчер. Только им от этого что? Эксцентриссима. Эксцентриссима.